Телеканал «Дождь» и «Интеллектуальный клуб 418» представляют Лекция Алексея Кудрина Моя задача выступить на тему, которую мне предложили самому назвать. Но сегодня одна тема, самая актуальная, с которой я иногда выступаю, это тема, какие структурные реформы нам нужны. Начнем по порядку. Чтобы понять, где мы сегодня находимся, я заглянул очень глубоко в историю и взял с 30-го примерно года, разложил по пятилетиям, темпы экономического роста по пятилетиям до сегодняшнего дня. И хочу, самые такие яркие места, это пятилетие войны, когда материали ВВП, несмотря на перевоз все наши промышленные базы в другие города на восток, материали, но за счет остальной экономики, перериентировав ее на военные нужды, все-таки выиграли войну. Большой другой такой пик падения был в начале 90-х, когда государственной, по сути, монопольной системы с государственными ценами мы перестраивались к новой структуре экономики, и мы потеряли за пятилетие 8,9% в среднем теряли, в среднем теряли ежегодно. А если напомнить, то наша экономика тогда потеряла 40% своего ВВП. Она почти сократилась вдвое. Тем не менее, в остальные годы, как в период индустриализации довоенной, после военного восстановления, мы имели темпы достаточно высокие, доходящие почти до 10% в год в течение всего пятилетия. То есть это были успешные исторические периоды. Но на полный период застоя, где уже в конце 70-х это всего 1,75%, средний темп роста ежегодный, это уже для Советского Союза очень мало, это в конце 80-х это 1,3%. Даже Советский Союз перешел к очень низким темпам роста, это, может быть, и привело к его в конечном счете слабости и развалу. Но мы имели хорошие, там, в последний российский период, хорошие темпы роста до 6, примерно до 7% в начале нулевых. Вот это. Затем мы упали с учетом пика кризиса 2008 года, а сейчас уже, там, одно пятилетие и второе прогнозно, мы живем где-то на уровне 1,4%. Это один из самых низких темпов роста за большой послевоенный период развития истории экономики. Значит, мы подошли к какому-то пределу, почему-то наши производительные силы, наши качества, управление устарели, они не дают, не генерируют тот экономический рост. Так где же наши проблемы скопились? Я здесь еще раз повторю, что в начале нулевых, просто, это другой слайд, в начале нулевых мы жили с темпами роста около 7%. Еще одно измерение, за 10 лет сейчас, если до 17-го года считать, средний темп экономического роста всего 1%. А если брать наши 6 последних лет, последний президентский период, то он еще меньше, 0,73%. Ну, в общем, мы подошли к какому-то краю, к какому-то пределу. Что-то надо делать. Какие наши, может быть, новые вызовы? Я не взял с 2000-го года, у нас стабильно рос жизненный уровень. С 2010-го года, вот он на 22 поднялся к 2013-му году, но сейчас последние 3 года доходы населения падают примерно на 10%. Три года падения жизненного уровня в нашей стране. Я начну сразу с того, что, на мой взгляд, является решающим фактором нашего будущего роста. Что определит нашу жизнь, судьбу нашей страны в ближайшие 10 лет. Вопрос, сможем ли мы сохраниться как технологическая держава. Сможем ли мы конкурировать по нашим лучшим технологиям с нашими главными соперниками геополитическими, экономическими, и с США, и с Китаем, и с Европой, нашим главным торговым союзником. Если мы этого не сделаем, то мы будем расти медленнее, чем весь мир, потому что мы не будем обеспечивать прирост ВВП таким образом. Мы не обеспечим обороноспособность, потому что это война, по сути, технологий. И мы не сможем поднять уровень жизни на достойную вещину. Поэтому я с самого начала нашей лекции хочу сказать, ответ на этот вопрос в ближайшие 6 или 10 лет определит развитие России на очень многие годы. Сегодня даже считается, что Россия, пока отставая от мира в технологическом развитии, может отстать навсегда. В аналитических отчетах или прогнозах западных стран уже поставлен вопрос, что некоторые страны навсегда оторвутся от других, а некоторые страны навсегда будут отставать. Поэтому перед нами очень остро стоит вопрос, может ли Россия в ближайшие 10 лет сохранить себя в качестве страны, способны конкурировать со всеми? Где мы сегодня находимся? По количеству многофункциональных роботов на 10 тысяч работников мы, ну, хуже Китая, но Южная Корея, которая в три раза меньше нас по населению, по численности, тем не менее больше применяет, она автоматизировала свой труд. Если смотреть по удельному весу организаций, осуществляющих технологические инновации в экономике, вот быстрорастущие страны инновационные, Великобритания, Германия, от 34 до 55 количеств предприятий, осуществляющих ежегодно технологические инновации. Но мы все это видим по продукции, которую потребляют. Будь то компьютер, айфон, станки, оборудование, программный продукт, каждый год он обновляется, постоянно. То есть сегодня нельзя быть производством или осуществлять услуги, не обновляя, не предоставляя каждый год что-то новое своему потребителю. У нас только 8% сегодня компаний занимаются этим. Нет такой культуры, мы не учились, почему-то невыгодно, не стремимся, не видим в этом своего преимущества в ближайшие 2-3 года. Нам нужно поднимать уровень тех компаний. Я специально привел 2010-2015, очень сложно считать в сопоставимом виде, но у нас мы не продвинулись. Кстати, мы ставили перед собой эту цель. В 2008 год был утверден план правительства довести до примерно 25-40%, где-то так. Но мы не сдвинулись в этом решении. Значит, наши цели, которые мы перед собой ставим, пока не выполняются в рамках нашей же системы управления. Производительство труда, где мы находимся в мире? Мы в среднем от стран ОСР, Организации экономического сотрудничества, развития отстаем примерно в 2 раза, еще больше от Германии, от США. Вот наша задача – существенно нарастить производительность. В ближайшие годы это станет, скорее всего, основным источником экономического роста. У нас есть большой резерв. Но иногда в таких сравнениях мне даже хочется сказать, что ведь те технологии, которые работают, модели управления, они уже есть, они созданы, они где-то есть, эти практики существуют. Нам нужно быстро применять то, что уже создано, кроме того, что нам хотелось бы создавать свое. И есть такие компании, которые сегодня лучшие в мире по ряду технологий у нас в России. Лучшие в мире. Я потом о них скажу. Но массовое применение, масштабирование пока у нас слабо развито. Поэтому, в общем, я оптимистично смотрю на ситуацию. Я считаю, что мы можем существенно растить производительность. Вот, например, ставя цели выйти на темпы роста 3-4%, мы видим, что тогда нам нужно, если вот с 2002 по 2016 мы производительность труда подняли на 55%, она у нас росла, она не падала. Но следующие, примерно 16-17 лет, нам нужно удвоить то, что мы сделали за предыдущие 16 лет. То есть нам в два раза больше нужно нарастить производительность. Я специально сделал слайд, чтобы сопоставить, что сделано и что нам нужно сделать. Что меняется в мире существенно? Вот 10 крупнейших в мире компаний по капитализации в 2006 году и в 2016 году. Меняются лидеры. Кто меняется? Если раньше были 4 нефтяных и газовых компаний, «Эксен», «Газпром» был на третьем месте с капитализацией 274 миллиарда долларов, то сейчас осталась только одна компания среди лидеров, «Эксен Мобил». Причем она чуть-чуть понизилась в капитализации. Если раньше было 3 глобальных банка, то сейчас остался один, причем другой, и он последний в этой десятке. Была одна технологическая компания, «Майкрософт». Сегодня их 5. Но в этом списке новых лидеров есть «Эппл», который вырос на первое место. Так вот, он живет всего 5 лет. Вошел как в этот список, и сегодня он уже не 575, это было в 2016 году. Сегодня он больше 800 миллиардов долларов. С нашими компаниями, с российскими, немножко посложнее. Больше всего упал «Газпром». Сегодня он всего 60 миллиардов долларов. «Роснефть» тоже где-то около 70 миллиардов. Ну, это чтобы сопоставить наши передовые компании. Наша десятка, скажу, десятка российских компаний, самых крупных, всего 650 миллиардов долларов. И, ну, как сказал «Эппл», 815 миллиардов сегодня. Значит, в мире появились другие тренды. Появились новые рынки, которые раскрываются за 5-10 лет. Но мы в них не участвуем. Каким-то образом наши возможности, наше обучение, стимулирование наших технологий, условия для бизнеса не позволяют быстро раскручивать такого рода компании. Есть национальная технологическая инициатива правительства. Очень правильно. Которая отбирает стартапы и выращивает. Особенно вот в этих новых технологических секторах. И, может быть, из них кто-то через 3 или 5 или 6 лет начнет накапливать такую капитализацию. Мы уже растим такие стартапы. Но пока мы не участвуем в этом рынке. Вот как быстро за 10 лет меняется картина лидеров рынка. Но есть глобальный инновационный индекс, который тоже измеряет все страны. И вот он менялся с 2013 по 2016. Там красный круг – это 13-й, прозрачный круг – это 16-й. По нижней оси – это ВВП на душу населения. То есть, кто справа, те страны богаче. Они больше производят ПВП на душу. А по инновационному потенциалу – это левая ось. При этом есть определенная закономерность. Чем страны развити, тем они более инновационные. И, в общем, здесь обратная есть взаимная зависимость. Те страны, где люди вкладывают человеческий капитал в людей, больше заботятся об их жизни, больше создают творческих профессий, рабочих мест, они, конечно, и быстрее накапливают свой инновационный потенциал. Но что происходило за эти годы? Китай накапливал, двигался и право по уровню жизни, по ВВП на душу, и вверх по инновационной оси. Россия потеряла чуть-чуть ВВП на душу, из-за того, что мы… у нас была девальвация, теперь у нас даже была рецессия в несколько лет, поэтому мы немножко потеряли ПВП. Мы сдвинулись налево, но, в общем, чуть-чуть продвинулись по инновационному пути. Но, к сожалению, не так успешно, как, может быть, некоторые страны. Кто-то падал, Канада, Америка росла, Индия упала по инновационности. Не буду перечислять другие, но, в общем, все страны в этом соревнуются. Но всем желательно подниматься по вот этой оси вверх, по уровню или индексу этого глобальной инновационности. Одна любопытная проблема у нас – это сколько страны тратят на НЕОКР и развитие, на инновационное развитие. Вот нижняя синяя часть – это то, сколько тратит государство. А вот эта голубая часть – сколько тратит на инновационное развитие компаний, частный сектор. То есть, если страны тратят много, и они становятся инновационными, например, видите, Финляндия, мы знаем, Финляндия – инновационная страна. Показывает всем примеры. Швеция, Австрия, Германия, США. У них государство вкладывает меньше, чем частный сектор. Крупные корпорации вкладываются в инновации, считая, что от этого зависит их жизнь и конкурентоспособность в ближайшие годы или даже через 10 лет. Вот Россия выбивается из всего этого, ну, может быть, еще Аргентина близко к нам, где государство вкладывает больше, чем частный сектор. Причем, если говорить о государстве, о роли государства с точки зрения инвестиций в инновации, то мы даже больше, чем Швейцария вкладываем, больше, чем Япония, больше, чем Канада и даже больше, чем Великобритания. Как государство, проценты КВП. Но они существенно вырываются от нас вверх, потому что частный сектор там тратит больше. Вот эта закономерность, почему частный сектор не тратит, и требует ответа, требует условия для работы частных или технологических предпринимателей. Три главных фактора экономического роста. Труд, капитал инвестиций и производительность, которая соединяет эти факторы на условиях новых технологических каких-то решений или инновационных, которые включают в себя не только технические решения, но это и новые модели управления, может быть новое законодательство, которое упрощает нашу жизнь. Это может быть лучше налоговая система, которая тоже упрощает. Много обстоятельств формируют условия для труда. И вот они реализуются через производительность. Вот с 2002 по 2007 год мы существенно прирастали. Помните, я говорил, примерно 6-7% был рост ВВП. У нас последние 10 лет производительность падала в силу кризиса, в том числе, которые произошли. Не росли трудовые ресурсы. У нас сегодня будет в ближайшие годы дефицит, скорее всего, трудовых ресурсов. И всего 1,67% мы выходили на темпы роста за счет инвестиций, которые сохранялись и осуществляются в экономике. Если спрогнозировать на будущее, как выйти на 3-4% роста, вот 4% я отмечаю, то трудовые ресурсы у нас будут уменьшаться в силу демографии. Я покажу это. Нам инвестиции с учетом санкций имеют счетный прогнозный объем. Значит, нам нужно нарастить производительность. На этом нам нужно сконцентрироваться, чтобы выходить на темпы роста 3-4%. Так же, как и в более долгосрочный период наращивать составляющую, связанную с производительностью. Инвестиции у нас, в принципе, растут. В номинальном выражении где-то около 15 триллионов. Но в реальном выражении, с учетом вычета инфляции, все-таки мы последние три года падали и были ниже 100%. Это не значит, что у нас в стране никто не инвестирует. Это не значит, что у нас инвестиции ноль. Они даже составляют, они достаточно высокие, как я сказал, 15 триллионов, но они не растут. Чтобы нам выходить на темпы роста 3-4%, как я там указал, нам нужно, чтобы инвестиции росли от 6 до 7% в год. Покажу, как прямые иностранные инвестиции в нашу экономику росли. Доходили до 70 миллиардов в год. До 70 миллиардов долларов в год. При этом сегодня, в 15-м и в 16-м, в 15-м было 7, в прошлом году в прямые иностранные попали в том числе покупка пакета Роснефти, потому что это долгосрочная стратегическая инвестиция. Сколько будет в 17-м, трудно сказать. Пакет Роснефти мы больше не продаем, но это будет побольше, чем в этом году, потому что начинается рост и инвесторы тоже те более смелые просыпаются. Какой еще вызов у нас? Я сказал, демография и количество трудовых ресурсов. Соотношение трудоспособного населения и доля населения старше трудоспособного, то есть пенсионеров, постоянно меняется. В 70-м году это было 3,7% соотношения, в 90-м почти 3%, сейчас мы достигли двух, и это соотношение уменьшается. У нас будет расти старшее поколение, но эта тенденция, в общем, во многих странах проходит, и уменьшаться доля находящегося в трудоспособном возрасте. Это означает, что каждый работающий будет кормить или обеспечивать своими налогами больше пенсионеров. А как тогда сохранить пенсию? Потому что те же самые деньги, при некотором росте ВВП, распределяются на большее количество пенсионеров. И вот мы попали в этот сложный тренд. Почему? В силу ряда обстоятельств, в том числе и того, что у нас растет продолжительность жизни, качество жизни растет, медицина улучшается. Мы считаем, как и другие страны, нам нужно повышать пенсионный возраст, я потом буду об этом говорить. То, что средств не будет хватать, мы услышали на этой неделе, когда принято решение, что всем работающим пенсионерам в ближайшие три года не будут индексировать пенсию. То есть тем, кто ушел с работы, он будет получать индексацию пенсии по 4 примерно процентов в соответствии с инфляцией каждый год. Это немного, это даже не рост жизненного уровня, это просто сохранение в реальном выражении которое получено. Сколько у нас сегодня пенсия составляет? Пенсия составляет примерно 35% от средней заработной платы. Мы это обычно называем коэффициент замещения. Вообще-то после того, как человек выходит на пенсию, хотелось бы иметь пенсию минимум 70% от своей заработной платы. Но не уходить сразу на треть той суммы, на которую привык жить. И в общем страны европейские страны обеспечивают до 70% пенсию от средней заработной платы. Из них примерно 40% это государственная распределительная система. И дальше это может быть 20 или 30% еще за счет добровольных или обязательных накоплений, которые осуществляются в течение всего трудового периода, трудового стажа человека. Поэтому в 2001 году мы с Грефом считали, что люди не будут сами еще не привыкли к этой культуре откладывать и заботиться о своей пенсии, ввели так называемую обязательную накопительную составляющую. Она 6% от зарплаты составляла. Ее выплачивал конечно работодатель. Люди как правило это не видели, но у них на счете эта сумма формировалась. Потому что когда этих ресурсов не будет в будущем, когда не будет хватать средств на выплату высокой пенсии, это была бы добавка. Мы посчитали, что она была бы примерно 15% дополнительно к тому объему пенсии, которая бы выплачивалась. То есть примерно 40% мы бы хотели довести от средней заработной платы за счет распределителя налоговой системы, еще процентов 15% за счет накопительной. Конечно, если хочешь больше, то нужно еще плюс за счет своих добровольных пожертвований откладывать. Но сейчас она, вот эта обязательно накопительная часть, которая у каждого на персональном счете откладывалась, заморожена, и, видимо, от нее совсем откажутся. То есть окончательного решения еще нет, но, видимо, от нее откажутся, потому что я вижу, правительство не обсуждает даже ее будущее восстановление, обсуждает другую систему накоплений, скорее, такое больше похоже на добровольную, по желанию граждан. Население останется в этой системе при поддержке государства, там, по некоторых льгот, по налогам на эти суммы денег. Эта проблема, кроме того, влияет и на количество трудоспособного вселения, необходимого для экономического роста. Значит, вот так у нас сегодня тренд численности трудоспособного населения сложился в последние годы. Вот где-то после 2008 года у нас постоянное снижение числа работающих граждан в стране в силу демографического тренда. При этом когда-то он, может быть, будет расти лет через 15-20, но пока до 2030 года не предполагается расти. При этом у нас меньше трудовых ресурсов. У нас частично спасалась здесь, на этом тренде миграция из ближайших стран. Вот это изменение этого тренда, если мы повысим пенсионный возраст, как я говорил, в течение 16 лет повышать по полгода в год пенсионный возраст, тогда у нас немножко останется, ну, более старшего поколения в численности трудоспособного населения. Это не решает всех проблем нашей экономики, но это сохраняет часть рабочей силы, ну, как, собственно, и сейчас часть пенсионеров работает, но в данном случае пришлось бы работать всем, как там один, два или три года дополнительно. Вот как складывается структура. У нас с 20 до 40 лет, в ближайшие примерно 13 лет сократится 10 молодежи на 10 миллионов человек. То есть наиболее мобильной, адаптивной, трудоспособной, чуть-чуть увеличится старшее поколение после 40 лет. В среднем, как я сказал, уменьшится число трудоспособных населений. Вот это большая проблема российской экономики, которая требует еще более острого осмысления того, что нам нужен рост производительности, нужен рост выпуска в расчете на каждого. И у нас другого-то пути нет. других источников существенных у нас для роста нет. Что еще какая проблема? У нас в трудоспособном возрасте до пенсии умирает 435 тысяч человек в год. Это данные здесь не написаны 16-го года. То есть чуть меньше полмиллиона человек мы теряем в трудоспособном возрасте. То есть когда мы боремся за рождами, за увеличение численности российского населения, оказывается на болезнях, плохих условиях труда, алкоголизме, гибель на дорогах, мы теряем 435 тысяч. Причем больше из них 80% из них мужчины. Вот почему я где-то публично сказал, ну и здесь нас записывают, что надо беречь мужчин. Но оказывается мужчины меньше существенные, чем женщины беспокоятся о своем здоровье. Они больше подвержены стрессам. Поэтому нам нужны программы, нам нужно помогать, как вот эти точки риска устранять. Нам нужно существенно в разы, в два, в три раза в ближайшие годы сократить количество людей, которые погибают в этом возрасте. Какой еще вызов? Ну, я, может быть, начал с этого. Это государственное управление и его состояние. Вот так вот у нас растет число федеральных функций управления. То есть законы каждый год добавляют функции государственного управления. Чем еще поуправлять, поруководить, подправить условия работы предприятий с пяти трехсот тысяч, трехсот точнее в 2003 сейчас до десяти с половиной тысяч. Два миллионок проверок ежегодно. Всего восемь процентов в восьми процентах выявлено нарушение предоставляющие угрозы вреда человеку или имуществу. И всего в одном проценте это зафиксирован фактический вред. То есть у нас вся эта машина проверок и управления работает неэффективно, останавливая, как правило, тормозя работу предприятий. Мы сегодня четко делаем вывод, что система управления не соответствует вызовам сегодняшнего времени, работает медленно, не решает эти задачи. Я потом об этом скажу, она требует изменений. Еще один, может быть, ресурс, которым мы не пользуемся или которого у нас нет, это доверие. Доверие есть к правительству, допустим, это красный столбец, и доверие межличностное к незнакомым людям. Это оказывается очень серьезный ресурс экономики. Но если вы не верите правительству, какие бы хорошие она ни вынесла проекты, программы, вы им не верите. Вы не будете следовать, ориентироваться на эти цифры, следовать этим трендам. И, может, вы будете, сомневаться и находиться в оппозиции, может, даже к очень правильным мерам. Это важное обстоятельство. Чем больше доверия, тем легче проводить многие реформы, вот эти изменения. Но еще очень важно межличностное доверие. Это, по сути, его отсутствие, это дополнительный налог на экономику. Вы не доверяете своему партнеру, вы требуете новые залоги, какие-то дополнительные условия, которые обременяют каждый контракт. Чем меньше я верю, тем больше я обременяю наши отношения какими-то гарантиями. Сегодня это тоже является тормозом для развития экономики. Поэтому мы пока имеем межличностное, оно сложнее изменить, это культурные определенные традиции, сложившиеся, может быть, последние десятилетия, может, больше. В Китае оба этих показателя достаточно высокие. Как ни странно, в США к правительству тоже не такое высокое доверие. Но зато межличностная готовность помочь друг другу незнакомым и работа в бизнесе оказывается более легче, чем, скажем, нас. Но это субъективное мнение своего населения, в отношении своего общества. Оно может быть здесь неспостоимым, может быть, мы близки по условиям, но мы оцениваем друг друга хуже. Это означает, что тем не менее мы этим руководствуемся в наших условиях, в наших отношениях. Какой еще структурный момент в экономике проблемной? Это доля малого и среднего бизнеса. В России вклад малого и среднего бизнеса в ВВП 20%, в Европе 50-60%, доля занятых у нас в этом секторе 27%, в Европе 60-70%. В Азии еще больше, 80-90%. Там, где неиндустриальные страны, там, в силу даже этих обстоятельств, слабые или недостаточно индустриализованные страны, частный сектор развивается самостоятельно быстрее, прежде всего, малый и средний бизнес. Я вот позавчера на встрече с опорой России, у них юбилей 15 лет, рассказал, что повышение производительности нашей экономики возможно может идти через расширение участия малого и среднего сектора, через вот эти стартапы, новые малые предприятия, быстрорастущие, более гибкие. Нам нужно поддержать эту сферу именно в целях повышения инновационности экономики. Я подтвержу это рядом цифр. В Китае малому и среднему бизнесу принадлежит 65% всех выпускаемых патентов, 75% технических новшеств и более 80% новой продукции. То есть этот сектор генерирует вот эту новую экономику. Соответственно, по данным Всемирного банка, в таких развивающихся странах в ближайшие 15 лет 4 из 5 рабочих мест будет создаваться в малом и среднем бизнесе. В России, в странах развитых ОССР, малый бизнес в экспорте составляет от 25 до 30 процентов. Мы всего 7 процентов. То есть у нас этот потенциал не использован. Поэтому когда говорим с чего начать, где искать, вот это просто фокусы, где мы можем искать эти решения. И сегодня по вопросу предпринимателей я взял только три первых ответа по рейтингу. Что является самым беспокоящим, мешающим бизнесу? Неопределенность экономической ситуации на первое место вышла. Причем сопоставима и даже выше, чем в восьмом-девятом во время кризиса в силу тех обстоятельств, в которых мы живем, связанных в том числе с санкциями в геополитической ситуации. Но я добавлю и незнанием стратегии, отсутствием стратегии, ясной стратегии правительства, отсутствием четких шагов по достижению уже декларированных целей. На втором месте это недостаточный спрос на внутреннем рынке. Понятно, что малый и средний бизнес и предприниматели очень зависят от темпов роста, от стадии цикла. Сегодня мы только-только начали выходить из кризиса. Первый год будет маленький экономический рост, может быть 1,5%, 1,7%. На третьем месте высокий уровень налогообложения, который увеличился за последние несколько лет для малых предприятий. Они раньше не платили страховые износы в пенсионный фонд ОМС. года 4 назад на них ввели частично эти взносы и они пострадали. У нас сократилось почти миллион малых предприятий. Сегодня их около 5 миллионов. Причем миллион примерно сократилось малых предприятий. Так резко они остро отреагировали на этот налог. Я неисчерпывающий список скажу того, что на самом деле в первую очередь нужно делать. Это технологическая революция, мы от нее зависим. Все задачи должны быть сфокусированы на этом. Это должен быть некоторый центр. Это не цель, это средство. Нам нужно повысить темпы экономического роста, повысить жизненный уровень, но мы это сможем сделать только если мы реализуем факторы производительности, роста производительности через технологический прогресс и инновационность в том числе сферы управления конкурировать будут между собой не товары даже, а модели управления, которые быстро перестраиваются и создают новые товары. Новая структура экспорта, о которой я чуть-чуть скажу, снижение доли государства в экономике, нам нужно увеличивать частный сектор, уменьшать государственные барьеры, компании. Я еще раз повторю, там, где конкурентный сектор, включая добывающий сектор, финансовый сектор и другие, мы должны поэтапно, в течение 10 или может больше лет, приватизировать и оставить там только частный сектор. Инвестиции в человеческое развитие, в том числе в образование и здравоохранение, пенсионные реформы, реформы госуправления, новая региональная и городская политика, устойчивая низкая инфляция, которая обеспечит снижение стоимости денег в экономике. Если у нас Центральный Банк еще продержит несколько лет, 3-4 года инфляцию 4%, то ставки на рынке снизятся кредитные примерно до 8% и ниже, от 6 будет с половиной до 8%. Ставка рефинансирования Центрального Банка через 2 года уже станет 5, в следующем году наверное будет 7, но вот уже в 2019-2020 может быть между 4-5. и это будут более благоприятные условия для роста кредитов, для роста инвестиций, для сбережений. Гражданам будет выгоднее сберегать в банках, в финансовых институтах, потому что их вклады как минимум не будут обесцениваться. Не буду говорить много про технологическую революцию, скажу только про цифровизацию. Это, конечно, сегодня популярная тема. мы многие пользуемся уже продуктом цифровой экономики, в том числе через наши гаджеты, и покупаем, и решаем какие-то задачи, проблемы, заключаем уже контракты, но назову там крупнейшие компании, например, Ханувелл, на днях я говорил с ними, все или большинство самолетных двигателей, авиадвигателей на всех самолетах в непрерыв онлайн передают всю информацию о их работе в специальные центры. То есть, где бы они ни работали, они знают все дефекты, все сбои, они готовят уже ремонт этих всех двигателей еще до момента посадки самолета, они тут же исправляют и вносят изменения в технические свои проекты по этим самолетам. Это происходит уже непрерывно. То есть, процесс изменений, и адаптации к лучшим моделям происходит непрерывно. Но Ханнвилл, в том числе, может быть, нам всем известен тем, что они представляют кондиционирование целых зданий, промышленных объектов, даже наших домов. Мы видим иногда такие указатели кондиционирования наших помещений. Сейчас они тоже это все переводят на цифру. То есть, это дает информацию в непрерывном режиме. вводится роботизация, программа, которая, в случае, если вы отсутствуете дома, понижает за вас. То есть, делает уже как робот в отсутствии вас и избирает лучший режим. Оно сам считает ваши потребности и сам под них подстраивается. Это громадная экономия. Ну, наша, допустим, российская компания, обещала что-нибудь рассказать, сегодня создала новую модель управления предприятием, промышленным предприятием, и компания Airbus заказала полностью все промышленное производство обеспечить цифровую модель управления нашей компании и новой модели Airbus. Наша компания это все сделала. Теперь там нет тех старых уровней управления. Модель считает все сама. От необходимости количества запасных частей, срока подвоза их в цех. Ну, все задачи. В принципе, у нас есть компании, которые разрабатывают для ведущих мировых компаний такие-таки цифровые модели управления. Ну, мы здесь ставим те задачи, которые можно было бы выполнить в ближайшие годы. В том числе, конечно, нам нужно все ключевые инфраструктуры финансовые, транспортные оцифрить. У нас будут оцифренные дороги, оцифренные финансовые отношения или там банки. Ну, что это означает? Ну, Сбербанк идет сейчас пионером на этом пути. Лекция Алексея Кудрина Цифровизация существенно повысит и вот то, что я сказал в части производительности труда, существенно повысит производительность нашей экономики. Вопрос, как на этом сконцентрироваться, как дать эти возможности. Ну, назову одну из проблем. Допустим, Сбербанк нанял, не буду называть полную цифру, несколько тысяч программистов. Они оцифривают все ключевые процессы. То есть идет в ходу несколько сотен каких-то операций, которые оцифруются, чтобы вы могли через гаджет потом этим пользоваться, через компьютер. То, что раньше не было, то, что раньше было на бумаге, при посещении отделения офиса. Нам в ближайшие годы не будет хватать программистов, которые должны оцифривать наши предприятия, наши задачи. В общем, цифровая революция скорее всего сравнится с революцией интернета. То есть интернет создал эти возможности. Я добавлю сюда только одно слово. Блокчейн. Кто знает распределенные такие реестры, которые записывают и откладывают всю цепочку всех транзакций, которые вы осуществляете с кем-то по договоренности и в рамках этой модели. И тем самым вам уже не нужна третья сторона, которая бы была арбитром по этой сделке. по определенным условиям вы всегда имеете соответствующее решение, сделку. В данном случае сегодня криптовалюта, биткоин работает на условиях блокчейн, где нету одного центра, который управляет всем или регулирует или решает о справедливости этой сделки. Это делает уже эта модель реестра, этот алгоритм. мы многие знакомы с этой темой считаем, что блокчейн совершенно новая эпоха в развитии технологий цифровых, которая сравнима с той промышленной революцией или той частью промышленной революции, которая создана интернетом. И в ближайшие лет 10-15 те, кто сможет работать в этом режиме, получат существенный приоритет перед развитием других компаний или технологий. Я назову еще одну важную часть всей нашей модели, которая могла бы обеспечить рост России на 3-4%, это уход от сырьевой зависимости. Наш экспорт должен становиться все меньше зависим от нефти. Сегодня, в 2016 году, мы на 109 миллиардов долларов продавали несырьевой продукции. и на 170 миллиардов сырьевой. Безусловно, у нас и сырьевая частично будет расти продукция, но нам нужно удвоить экспорт несырьевой продукции и учетверить примерно к 2035 году. Мы знаем примерно те шаги, о которых я немного рассказываю, могут позволить это сделать. Все административные процедуры, которые связаны с выходом на экспорт. У нас сегодня одно из 150 предприятий выходит на экспорт. Нужно хотя бы удвоить. Тогда мы будем постепенно, с учетом масштаба наших предприятий, выходить на эти цифры. Могу еще назвать. У нас, кроме Евразес, нашего союза, нескольких стран, практически нет зон преференциальной торговли с другими странами. Сегодня это новая линия, региональные торговые союзы. Нам нужно выходить без барьеров на преференциальных условиях в любые зоны. Может, в Европу, точно в Азию. О таких зонах нужно быстро договариваться. Нужно создавать это пространство для торговли. Тогда наши простые предприятия найдут там свою нишу. У нас вся бюджетная система сегодня, вся бюджетная, это федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, пенсионный фонд, фонд обязательный, медицинское страхование, страховой фонд. Все государственные ресурсы и финансы в прошлом году составляли около 30 триллионов рублей. Что мы из этого дела финансируем? Куда мы направляем? На первом месте социальная политика, это все пособия разного рода, плюс дотация пенсионному фонду. Вот последние годы дотация пенсионному фонду увеличилась на 3 триллиона рублей. Она захватывает все больше пространства и вытесняет другие расходы. Национальная экономика составляет 3 триллиона 800 это дотации субсидий предприятиям разного рода вложения в уставные капиталы, в том числе инвестиции, в том числе на дорожное хозяйство и транспорт триллион 800 из этой суммы. Национальная оборона 3 триллиона и вырвалась в последние годы выше образования. Всегда у нас образование было выше национальной обороны, теперь национальная оборона выше. Образование 3 триллиона, здравоохранение 2 триллиона 700, еще полиция, безопасность, правоохранительная деятельность 2 триллиона. Общегосударственные вопросы все связаны с государственным управлением и в том числе международной деятельностью. вот наш ресурс. Мы считаем, изменив пропорцию некоторых частей, мы можем увеличить вложения в наши школы, в университеты, в их техническое оснащение. Мы посмотрели, сколько таких университетов у нас должно быть в топе исследовательских университетов, в 150 опорных должно быть университетов, соответственно, какие они технические условия должны быть, плюс какие примерные программы там должны быть, чтобы сегодня приблизиться к вот этому переднему краю технологической революции. Дальше это среднеспециальные заведения, которые иногда были ПТУ и техникумы, они должны тоже готовить высококлассных специалистов. Сегодня есть очень хорошая программа правительства участия в мировом таком движении WorldSkills. И наши дети сегодня стали побеждать по некоторым специальностям. Это стало популярным вот в этом в этой среде средних специальных заведений подготовка людей на очень высоком уровне для работы на вот этом самом современном оборудовании. Поэтому нам нужно вложиться в эту сферу. Нам нужно вложиться в медицину. Главная проблема, главный переход в медицине, который должен произойти в ближайшие может быть 10-15 лет, это перейти к профилактике больше. То есть не доводить, не запускать болезни. Вот сегодня, когда деньги выделяются, очень много, каждый из нас так бы поступил, мы тратим деньги на лечение тех, кто уже болеет, кто уже в очень плохом состоянии, в сохранении их. Это более дорогая медицина, когда мы допускаем и очень поздно определяем диагнозы или начинаем спасать человека. Нам нужно и в эту сферу увеличивать, но нужно существенно нарастить вложение в профилактику. Я думаю, что дистанционное зондирование с учетом новых технологий может быть ответом на эти вопросы. Соответственно, нужны эти программы, которые позволят упростить диагностику, сделать ее частично дистанционной и в ближайшие годы решить эту проблему. Там много других решений, которые требуются в этом направлении. Первичное звено у нас сегодня люди ждут днями, неделями, а иногда месяцами время на прием к специалисту. Нам нужно расшить эти узкие места. Вот последний слайд. У нас доходы, это доходы бюджетной системы и расходы. Доходы у нас в какой-то момент росли очень хорошо, 40% ВВП достигали. и затем упали в 2008-2009 году, чуть-чуть росли, у нас цена на нефть снова возвращалась к 110 долларам, теперь пошла вниз, но даже если она останется на уровне сегодняшнем, около 50, то доходы все равно будут падать. Это связано с тем, что мы очень связаны с нефтяной добывающей промышленностью, доля этой промышленности нефти, газа в ВВП страны будет падать. У нас будет расти быстрее экономика не связанная с нефтью и газом, будут расти услуги, будут расти вот эти новые обрабатывающие отрасли, вот эти новые экономики, и получается, что нефтегазовая экономика будет уменьшаться в доле КВВП, и тот рент, который она выдавала в наши бюджеты, она в процентах КВВП будет уменьшаться, тем самым мы, к сожалению, имеем долгосрочный тренд на уменьшение. Сегодня наш центр разработал систему, как можно остановиться, почти не повышая налогов, даже ближайшие 6 лет не повышая, остановиться на уровне 34% ВВП, пользуясь разными инструментами, и тем самым обеспечить те задачи, о которых я сегодня сказал. Иначе у нас не будет ресурсов для проведения тех структурных реформ, о которых я сегодня говорю, и мы не достигнем тех целей. Соответственно, некоторые из них связаны с проведением приватизации. Мы в год можем дополнить получать 500-600 миллиардов рублей полупроцента ВВП. Мы можем использовать, уменьшить некоторые льготы по некоторым направлениям, не повышая ставки для всех, а убирая какие-то из них. Мы можем увеличить заимствование, потому что долг, который имеет Россия сегодня, как государственный, он составляет всего 13% ВВП. Вы знаете, какие имеют уровни долга другие страны. США больше 100%, в Европе это больше 60% в среднем. У нас 13%. То есть у нас есть определенные резервы, как развернуть все эти инструменты и обеспечить в ближайшие 10-15 лет достаточно массированные вложения в те отрасли, в те точки, которые бы дали вот этот разворот к технологической экономике. Вопросы? Я готов ответить на вопросы. Пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо большое за интересную лекцию. Денис Катаев меня зовут. У нашей власти не готовы осуществлять реформы, при этом теряя популярность. На ваш взгляд, при условии сохранения той политики, которая сейчас есть, и той власти, которая сейчас есть, и Путина на новый срок, что называется, будет ли государственная воля на осуществление этих реформ, которых вы сейчас и варьете? Конечно, политическая система является серьезным механизмом постоянного поиска новых решений. И, в общем, политическая конкуренция задает соревнования политических лидеров, которые хотят сделать больше и пообещать больше. Не всегда эти обещания завершаются решениями нам или выполнением плана обещанного. Но, в общем, эта политическая система работает. В целом это работает. Не в каждом, может быть, конкретном случае, но это работает. Это первое. Но есть и более такие модернизации в условиях таких слабых политических систем или более авторитарных систем. Ну, как в Китае, как в Сингапуре, как даже в Южной Корее в какой-то момент, которые рванули в этом развитии. Мы более смешанная такая система. У нас постепенно, очень медленно развивается политическая система. И мы, в общем, имеем определенные традиции и возможности проведения отдельных реформ. Как в начале нулевых, когда мы приняли очень много решений. Поэтому, конечно, очень в нашей стране особенно зависит от личности, от Путина и от состава правительства в том числе. Поэтому мы можем только ожидать и надеяться, что все эти факторы так сложатся, что Путин будет искать эти решения. Я начинал с того, что у нас падает жизненный уровень в стране. Я думаю, что никто не хочет, чтобы это происходило дальше. Я сказал, что в течение шести-семи ближайших лет будет более ясно, сможем ли мы конкурировать технологических соревнований технологий между странами. Ни один политический лидер не хотел бы, чтобы страна ослабла существенно. Ни количество ракет и танков будет определять судьбу нашей страны. Судьбу нашей страны будет определять умение генерировать новые решения и технологии. И это судьбоносный выбор будет определён в ближайшие годы. Мне кажется, что у всех хватит разумности или здравого смысла о том, чтобы воспользоваться теми возможностей, которые у нас сегодня есть, и всё-таки решиться на эти шаги. Я думаю, мы имеем шанс это сделать. Добрый вечер, Алексей Славкин. Как Вы прокомментируете события, которые происходят в банковской системе? У нас три года была рецессия. Очевидно, банки очень сильно ослаблены. Многие кредиты стали плохими, до последнего момента это маскировалось. Если экономика не будет расти, то многие даже обычные средние кредиты станут невозвратными или плохими. Допустим, мы с РСПП проанализировали, РСПП проанализировали, нам просто предоставили эти данные, больше 40 проектов последних 12 лет инвестиционных вложений и отдачи. Большинство из этих 40% не окупились в настоящий момент, они даже когда-то окупятся, но сейчас снесли избыточные издержки и может быть даже убытки. Соответственно, даже последние годы, особенно кризисы, ухудшили положение этих предприятий и ухудшили возврат взятых ранее кредитов. Поэтому это первая главная причина. Другая причина это плохое управление банками, в том числе это тоже существует. Мы знаем Банк Открытия, сейчас говорят о Бинбанке, но есть другая еще причина, есть мошенничество и слабый контроль, слабый надзор. Он у нас был слабый в 2000-х, в нулевые годы, сейчас он укрепляется, но еще это не настолько сильный и качественный контроль, который бы не допускал мошенничество или просто плохого управления активами. все все это вместе особенно повторяя последние три года рецессии приводит к тому, что мы видим банкротство, это может быть не последнее, но не в отношении крупных банков, может быть средние и малые банки, конечно, еще будут переживать большие трудности, у них существенно усложнен доступ к ликвидности, в том числе и центрального банка, поэтому мы будем видеть эти проблемы. В чем решение? Нам нужно выходить на высокие темпы роста, это потянет за собой улучшение активов, например, в кризисе 2008-2009 года многие кредиты стали невозвратными, есть такое правило у инвесторов, у банкиров, если во время кризиса войти в плохие кредиты, которые до кризиса были нормальными, то нужно семь лет, чтобы эти кредиты не только вернулись, но еще дали хороший результат этому банку, кто вложился в плохие кредиты, то есть купил плохие кредиты, то есть в среднем семь лет нужно для того, чтобы хорошо заработать, у кого есть это длинное плечо, те могут входить в такого рода плохие активы, в этой связи у нас таких сегодня банков, которые имеют хорошие длинные пассивы, как мы говорим, то есть ресурсы, которые можно вложить в такого рода отрасли, практически нет, поэтому мы еще более зависимы и остро реагируем на такие кризисы. Я не думаю, что у нас все-таки развавьется кризис банковский в полном объеме, но его признаки есть и локально в отношении некоторых групп банков мы можем констатировать кризис. Добрый вечер, Алексей Трифонов. Вот вы говорили про то, что у нас только 2% людей, которые еще не открыли свое дело, но хотели бы открыть. То, с чем я в повседневной жизни сталкиваюсь, при том, что работаю в сфере культуры, вопрос, который здесь тоже возникал, вопрос доверия, причем доверия к жизненному пространству скорее, не только к государству, не только к незнакомым людям. во многом это упирается в то, что люди, которые готовы рисковать, есть два больших серьезных ограничения. Они не защищены в правовом отношении, и вот здесь, если мы говорим о структурных реформах, я не увидел, честно говоря, при всей правильности тех задач, которые стоят, я не увидел одной очень важной структурной реформы, собственно говоря, судебной реформы. Пока у нас не будет независимой судебной системы, реально независимой, вот все остальные факторы, ну, очень сложно говорить о том, что они смогут нормально осуществляться. И второй момент, конечно, тоже очень сложный. В России, если человек хочет создать свое дело, он вынужден ставить на кон, рисковать всем своим имуществом. у нас до сих пор, при том, что есть, конечно, закон о личном банкротстве, но он неэффективен в России, в результате для, по крайней мере, малого бизнеса, выдаются кредиты под залог недвижимости, и человек, один раз рискнув и проиграв, дальше не имеет возможности рисковать второй раз. Да, спасибо. По порядку, очень коротко. Согласен по судебной системе, и здесь не привел этот блок предложений. Мы считаем его обязательным. Мы, скорее, рассматриваем как конституциональную реформу, то есть изменение работы институтов. Я немножко говорил про более структурные шаги, где нужно менять какие-то серьезные пропорции в экономике, и как к этому двигаться. Я полностью с вами согласен, наше предложение это и есть, больше того, этот пакет внесен, уже находится на рассмотрении, и, в общем, я надеюсь, что большая часть этого пакета будет принята. Она касается повышения зависимости работы судей. Это целый ряд мер, которые повышают роль квалификационных комиссий, меняют порядок набора судей, меняют порядок дисциплинарного влияния на них, меняют порядок работы председателя судей, которые могут выбирать дела или влиять на работу самого судьи, меняют сроки пребывания в своем посту председателя судов, чтобы они не превращали в чиновников постоянных, а уходили и тем самым становились снова, возвращались рядовыми судьями. Повторяю, увеличивается роль коллегиальных решений судебного сообщества, меняется порядок первого вхождения в судебную систему человека, там, у нас сегодня кадровая комиссия, очень жестко при президенте это рассматривает, и дальше любое перемещение серьезно рассматривает. Сегодня судьями даже боятся начинать многие работать. Мы выявили очень много закономерностей в этой сфере, попытались их предусмотреть, такой пакет сегодня разработан. Мы его рассмотрели с профессиональным сообществом, с судебным сообществом обсуждали, не просто его будет реализовывать, но он поступил на рассмотрение президента, а ближайший месяц мы узнаем его судьбу. Я это говорю с улыбкой, потому что скорее всего много из этого будет использовано. Второй большой пакет это по безопасности и защите граждан и бизнеса. Это изменение подходов к учету деятельности и качества деятельности полиции и правоохранительных органов. Этому пакету сложнее предстоит судьба. Мы тоже находимся в контакте с правоохранительными органами по поводу его обсуждения. Там посложнее будет, но мы считаем тоже его обязательным. Третий пакет назову реформа КНД это контрольно-надзорная деятельность. Это тех проверок, о которых мы говорим. Мы оцениваем, что нужно сократить количество контрольных функций в государстве со 150 до 50. Самих контрольных органов с 43 примерно до 15. Это потому что у нас у многих контрольных органов есть дублирующие вопросы, решения, регуляторные меры. Мы считаем, что их нужно связать и оптимизировать, сократить тоже до некоторых средних показателей по странам, ОССР развитым странам. И целый ряд других. Часть передать в бизнес. И первое наше обсуждение в администрации президента с некоторыми нашими предложениями уже согласны. То есть у нас есть надежда на комплексное решение по всем этим направлениям. У нас пока есть мандат, мы работаем с органами власти. Надеюсь, что-то из этого будет реализовано. Добрый вечер. Вопрос дилетанты. Скажите, пожалуйста, какие вы видите перспективы такого явления, как криптовалюты? Вот молодежь очень интересуется. Спасибо. Спасибо. Ну, я тут на днях высказался по этому поводу. Кто-то, может, слышал. Но я написал, что вложение в криптовалюты сегодня это игра в казино. Очень жестко ответил. Хотя сам симпатизирую многим вот этим новым технологиям. И привел такие данные. Сегодня около шести тысяч криптовалют. То есть ни один биткоин, ни Ethereum, ни SINCE, ни Ripple, ни Litecoin. Их несколько известных. Там десяток есть топ. Но мы их знаем только две-три, может, как правило. Их сегодня шесть тысяч. Я неаккуратно сказал в своем интервью, что сейчас создан открытый код по созданию криптовалют. И каждый может создать криптовалюту. Я неправильно сказал. Код создан давно, когда биткоин был создан, сразу был создан открытый код. Поэтому сегодня есть известные артисты, которые выпускают свою криптовалюту. Есть фермеры, которые стали выпускать криптовалюту. Но на этом рынке этот рынок настолько еще технически несовершенный, что большинство, 99% создаваемых криптовалют прекратят свое существование. может быть биткоин выживет. Сегодня даже поскольку там нет одного центра регулирования, то майнеры, которые создают эти биткоины и генерируют, они сегодня находятся в определенных дискуссиях по этому поводу. Например, значительная часть мощностей находится сегодня в Китае. Китайские майнеры находятся в определенных договоренностей, которые иногда и пытаются совместно увеличить контроль над ключами и кодами для генерации новых биткоинов. Поэтому возникает даже соперничество в сообществе. Потом, если вы потеряли ваш ключ, то вы потеряли всю валюту, которую заработали за это время. Сейчас придумывается, как делать так, чтобы его восстанавливать и не потерять. То есть целый ряд технических решений требует это, поскольку нет одного центра регулирования, нет тех, кто гарантирует, дает гарантии. Вот почему я считаю, что пока этот рынок проходит становление и очень много новых технических решений, в том числе на вскрывание этих кодов, попытка. Я думаю, что пока это очень ненадежный рынок. Василий Леонидович, Антон Жилнов, спасибо вам огромное за лекцию. У меня вопрос по поводу насколько, как вы считаете, в санкционном санкции отодвинули нас в экономическом плане страну за последние несколько лет. Есть ли какое-то этому измерение? И кого из стран, не обязательно развитых, развивающихся экономик, можно по-настоящему назвать союзниками, партнерами России, как в политическом, так и в экономическом плане, поскольку, как я понимаю, без союзников все равно невозможно не развиваться, ничего делать. Спасибо. Конечно, это сложный вопрос. Мы несем потери на санкциях. Я приводил эти цифры. В начале 2014-2015 год мы потеряли примерно до 1% недополученного экономического роста. Затем эта цифра уменьшилась примерно до полпроцента. Точный расчет очень сложно сделать, тем не менее несколько попыток этого было сделано. Сейчас этот новый санкционный закон более даже опасный, чем все было, что до этого. Пока мы даже не раскусили до конца значение нового санкционного закона, который принят Конгрессом США. Теперь не только американские компании и банки не имеют права к операции с нашими санкционными предприятиями, новый американский закон определил, что любое предприятие и банк в мире, если оно будет взаимодействовать с санкционным предприятием, может подвернуться санкциям США. Некоторые даже западные политики назвали это распространением американской юрисдикции на весь мир. И в общем мы знаем эти примеры, когда даже в европейских странах за нарушение санкций в отношении иранских компаний или других северокорейских компаний несли штрафы. Американцы облагали их определенными штрафами. Сегодня эта норма усилена в последнем законе. И в общем не хочу как бы пугать, но европейские многие компании будут бояться взаимодействовать с нашими компаниями, которые могут взаимодействовать с санкционными нашими же компаниями, в которых на санкционном списке где-то почти под 200 предприятий сегодня в России. Есть и крупные в том числе предприятия среди них, в том числе оборонные предприятия, которые кто-то финансирует, кто-то обеспечивает комплектующими, и тем самым возникает цепочка инфицирования получается по действию этого закона. То есть кто-то взаимодействует с санкционными, они могут в каком-то момент попасть в этот санкционный список. Дальше в цепочке может пострадать следующий. Поэтому многие мировые компании ограничат свое взаимодействие с нашими компаниями. Мы это почувствуем уже в ближайшее время, поскольку само вступление в силу этих норм начинается только в конце сентября, в октябре. И мы их пока не видели, как это будет работать. И в течение нескольких месяцев может быть будет расширяться список тех компаний, которые американцы будут вносить в санкционный список. Только по признаку, что они взаимодействуют. Поэтому это сложно. С точки зрения тем не менее союзников, политических союзников у нас мало. Я бы сейчас не хотел называть эти страны, но есть страны БРИКС, есть страны ШОС, есть страны Евразес, конечно их можно тоже называть, есть более широкий список стран. Но я бы честно сказать не записывал во враги или европейские многие страны, которые даже участвуют в санкционных действиях. Во-первых, Европа не распространяет в таком виде санкции, как США. Во-вторых, многие из них имеют с нами бизнес и хотят с нами работать. Это более сложный процесс. Я бы не делил на черное белое врагов и друзей союзников. Не все союзники помогут нам не все враги будут до конца нас преследовать. А многие сегодня помогают. Поэтому сегодня более сложная картина во взаимоотношениях в санкционном режиме. АПЛОДИСМЕНТЫ